всем привет в эфире дети большого толка программа с интересными фактами яркими сюжетами и путешествия весь мир от барнаула алтайского края до просторов космоса множество людей начинают утро с чашки кофе но раньше его пили не горячим а холодным как сок ведь кофейные зерна до обжарки это просто ягоды как вишня или смородина люди называют облака воздушными и легкими но это совсем не так по-настоящему облака средних размеров могут весить до 10 тонн облака не только очень тяжелые но и очень большие их капельки и кристаллики разбросаны по воздушному пространству на многие километры знаете кто из животных видит практически на 360 градусов это коровы у них круговой обузор коровы вообще удивительные животные они умеют плакать запоминают лица людей а еще их молоко способны обезвредить яд в организме что делает мозг когда вы видите слэн в это время одна часть мозга придумывает истории а другая наблюдает за событиями и удивляется неожиданным поворотом сюжета воробьи видесущие маленькие птички которые большинству людей так привычны что их попросту никто не замечает а ведь эти птицы далеко не так просты как мы привыкли думать посмотрим сюжет о них воробьи живут с человеком уже более десяти тысяч лет полете сердце воробья бьется со скоростью до тысячи ударов в минуту по этой причине воробей не может долго летать этой птице каждые 10-15 минут нужен небольшой отдых воробьи видят мир через розовые очки особенность зрения воробьев такова что у них все имеет розовый оттенок хотя большая часть птиц видит мир в черном белом цвете короткие лапки воробьев не приспособлены для ходьбы поэтому воробьи по земле не ходят а передвигаться прыжками во многих странах стоит памятник воробью потому что они помогают уничтожить вредителей и спасать посева так что это очень дружественная для человека птичка знаете какая самая разговорчивая порода кошек это сиамские кошки они мяукают громко и часто и мастерски меняют тональность звука для выражения своих чувств и эмоций представляете кошки живут все дольше и дольше 40 лет назад продолжительность их жизни была в среднем 8 лет то сейчас 15 белых медведей невозможно обнаружить с помощью тепловизора ведь тепловизор это устройство который помогает определить объект по его теплу который он излучает а белые медведи эксперты по сохранению тепла благодаря толстому слою жира и теплой шубе белый медведь лев и бегемот традиционно считается сильными животными и это не случайно например вес бегемота может достигать 4 тонн а белый медведь способен пройти 60 километров за раз в поисках добычи но почему же в этот список попал и муравей может потому что он способен поднять вес больше собственного в 30 раз глаза человека могут видеть большое количество оттенков зеленого цвета чем любого другого цвета но низкий массы люди которые живут среди снегов различают тысячи оттенков белого у них множество названий для цвета льда и снега у четырех планет солнечной системы твердая поверхность по которой можно ходить эти планеты земля венера марс и меркурий остальные планеты состоят из газа и ступить ногой на их поверхность невозможно газовые планеты являются крупнейшими в солнечной системе их называют планетами гигантами космосе обитать настоящие звезды гиганты масса которых 8 и больше раз превосходит солнечную массу такие звезды называются нейтронными их плотность настолько высока что всего горсть материи нейтроны звезды легко перевесит высочайшие горы нашей планеты знаете сколько лет нашей планете возраст земли четыре с половиной миллиарда лет как ученые определили это они постоянно высчитывают возраст предметов находят самые старые скалы и метеориты которые упали на землю еще тогда когда солнечная система только формировалась интересен факт что вращение земли вокруг солнца можно объяснить ее падением гравитация сила притяжения солнце заставляет землю вращаться вокруг него самого и вокруг своей оси также как земная гравитация заставляет катиться брошенный с горы шарик наша земля словно бесконечно падает в космосе и от этого вертится планеты солнечной системы вращаются не только вокруг солнца но и вокруг собственной оси это все знают но знаете ли вы что они крутятся в разные стороны 6 планет из 8 вращаются против часовой стрелки а венера и уран по часовой морская вода способна разъедать камни и ниже растут водоросли кстати а вы знали что без водорослей невозможна жизнь людей на земле а ведь именно водоросли производят 70 процентов всего кислорода необходимого для дыхания на нашей планете на нашей планете больше воды чем земли но почти вся она 97 процентов морская непригодная для питья и полива морская вода очень соленая в литр и содержится 35 граммов соли а еще в ней есть металлы железо цинк медь и свинец знаете кто чувствует вкус ногами бабочки а еще они обладают невероятным чувством обоняния бабочки способны распознавать ароматы на расстоянии 10 километров у них и зрение особое бабочки способны видеть ультрафиолетовый свет это помогает им находить цветы которые не видны другим насекомым деревья тоже удивительные растения знаете ли вы что они могут общаться друг с другом через корни и грибы которые живут в почве деревья могут передавать друг другу питательные вещества и предупреждать об опасности мы привыкли считать что космонавты питаются исключительно из тюбиков но это давно не так люди в космосе едят и первые и вторые блюда супами питаются через трубочки а вторые блюда едят ложками и вилками совсем как на земле если не считать того что еда может улететь если за ней не уследить если сравнить кто из насекомых лучше видит то чемпионами наверное окажутся стрекозы у них в каждом глазу может быть 28 тысяч глазков у стрекозы уникальное зрение но при этом полное отсутствие слуха что значит кодить без кода это выражение используют программисты когда создает приложение конструкторы с помощью которых люди могут создавать сайты и рисовать мультфильмы даже ничего не зная и не понимая в программировании мы тоже попробуем всем привет сегодня мы создадим мультфильм на компьютере делать это мы будем с помощью программирования существуют специальные программы конструкторы которые можно освоить анимация создания мультфильмов сложный процесс если раньше каждого персонажа надо было придумать нарисовать потом отрисовать каждую позу и движение то сейчас программы устроены так что пользователю нужно придумать сценарий и выбирать из готовых персонажей и действий как это выглядит итак начнем наш урок вначале выберем фон фон это то где происходят действия комнаты ресторан завод или лес например затем переходим к персонажу можно выбирать мужчин женщин и детей любых возрастов наш персонаж появится на фоне мы можем передвигать его по экрану чтобы уменьшить предмет надо потянуть за края мы можем персонажа выбирать любые эмоции вот она плачет здесь она задумалась мы можем выбирать позы для нашего человека что он будет делать он будет думать добавим облако в котором будут мысли нашего героя теперь в каждом мультфильме начинает появляться сюжет и смысл очень интересно что же происходит по сценарию у наших юных режиссеров сейчас мы добавим нашему персонажу мысли и он будет думать о деньгах я делаю мультик в нем мой главный персонаж она сначала думает о еде потом идет к холодильнику и получает саму еду мой персонаж думает чтобы поиграть компьютер майнкрафт или в роблокс прораб думал о стройке и пошел достраивать дом мой герой думает о кофеварке сегодня мы научились сделать мультфильмы его можно сделать всего лишь за час за один урок школьники научились работать с фоном и несколькими слоями оживлять персонажей и задавать движение предметом визуализировать мысли и фразы героев в общем освоили основные функции анимации и создали свою короткую простую историю утром мы выше примерно на один сантиметр чем вечером почему так происходит когда человек лежит и спит все у позвонки растягиваются мышцы расслабляются человек становится выше у верблюдов несмотря на горбы позвоночник такой же прямой как и волшедей самое упрямое животное это не осел а именно верблюд если ему вздумается полежать отдохнуть заставить его встать и пойти просто невозможно практически каждый слышал что все снежинки разные но почему снежинка начинает свою жизнь в облаке когда вокруг маленькой пылинки образуется кристаллик льда кристаллы льда имеют форму шестиугольника именно из-за этого большинство снежинок имеет форму шестиугольной звезды давайте посмотрим как они растут какая птица летает выше всех интересно правда среднем птицы не поднимаются выше 500 метров однако есть и любители увидеть мир с высоты это аисты лебеди а еще хищные птицы например дупели они поднимаются на высоту более 8700 метров а это уже почти высота эвереста самой высокой коры в мире а вы любите булочки с корицей как думаете правда ли корица это кора дерево я знаю ответ это правда куриц получают из коры дерева коричника а растет она в индии на сегодня это все но наша редакция уже работает над новым выпуском в нем вы узнаете много интересного о пантактиде о свойствах золота а также о жизни перелетных лебедей любите науку это здорово